Приветствую вас, Екатерина. Знаете, вот первая мысль, которая у меня разникла, когда я читал ваш текст, это мысль о том, в чём же, собственно, вопрос. То есть, ну вот есть ситуация, ситуация определённого рода, ситуация неприятная, вот. Всем вопрос ваш. Что вы хотите от психолога? Если вы хотите выхода из своей ситуации, то этого психолог не даст. Выход вы найдёте сами, после того, как разберётесь в себе. Вот. То есть, запрос мог бы быть таким, как я оказался в этой ситуации. Что привело меня к этой ситуации. Как я формирую для себя эту ситуацию. Как я формирую отношения с мамой, с ребёнком, с молодым человеком. Как я формирую отношения к самой себе. Например. Вот это является достаточно важным моментом. если мы говорим про именно запрос. Про суд. Дальше. Вы пишите. Долгое время я страдаю агрофобию с паническими атаками. Смотрите. Значит. Страх открытых пространств. Это... Проблема личных границ. Практически... Всегда. Проблема личных границ. И практически всегда же. Это... Страх свободы. То есть, вот. Вам нужны... Вам нужны... Чёткие... Чёткие границы. Вам нужно, чтобы вас кто-то определял. Вам нужно, чтобы вы чётко знали. Вот. Это можно. Это нельзя. Здесь вот так. 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 И... Смотрите. Как. Получается. Интересно. Вы боитесь открытых пространств. И ваша мама, не спрашивая вас, берёт ребёнка и куда-то его увозит. Вот. Она как раз таки решает за вас здесь. Вам это не нравится. Вам это не нравится. У вас это вызывает протест. Но... Вы сами... Не очень понимаете, что делать с этим. То есть, что делать с ребёнком? Вы чувствуете вину? Да, с вами не считается и вас не спрашивают. Это брат. Но есть ощущение, что если у вас спроса, то вы отреагируете тревогой, неопределённостью, может быть даже агрессией. Есть ощущение, что вы не готовы сами. И, может быть, даже боитесь вот этой вот личной ответственности за какие-то свои решения. Потому что агрофобия – это вот страх открытых пространств, страх какой-то такой свободы. Это вот про личную ответственность, про дисконтакт со своими чувствами. То есть, я не могу положиться на себя. Я в некой такой невесомости. Мне всё угрожает. Ну, вот знаете, как вот, как шарик, да, который вот... Вот он в невесомости парит, и он абсолютно вот куда его думает, он туда и полетит. И я думаю, что если бы шарик был, обладал бы сознанием, и обладал бы какими-никакими способами восприятия окружающего мира, ему было бы очень неприятно, что... Но он, по сути, вот чувствительен к любому дуновению ветерка, да, и не способен никак на это повлиять. И это действительно страшно. Поэтому, как бы, у шарика, получается, нет чего-то, что его, ну, такое не очень красивое слово, что заземляло бы, да. То есть, вот, что позволяло бы ему более устойчиво стоять, как бы... Ну, опять же, это условно, метафорически, более устойчиво стоять на земле. Более устойчиво, как бы, опираться на что-то. Ну, вот. Понимаете, какая штука? И... Вот это очень важный момент, на который я хотел бы обратить к вашему вниманию. Что касается панических атак, то... Ну, здесь, опять же, не совсем понятно, панические атаки это у вас что. Если... Понимаете, одно дело, диагноз, да, когда у вас есть на руках диагноз, есть препараты, которые вы используете для, так сказать, купирования этого состояния, и рекомендации по психотерапии для вас. И другое дело, если вы сами испытываете приступы страха, прочитали в интернете, что это могут быть панические атаки, и называете их паническими атаками. Ну, это немножко разные вещи все-таки. Тем не менее, приступы свидетельствуют о вашем нервном напряжении, а сам приступ является ничем иным, как проявлением этого нервного напряжения, а отреагированием его. И если бы не он, если бы не приступ, ну, вероятно, вам было бы еще более сложно, и ваше физическое, в том числе, состояние было бы еще более хуже. То есть, паническая атака здесь, по сути, помогает немножечко разрядиться, немного разрядить ваше напряжение. Вот. Идея заключается в том, что за паническими атаками стоит конфликт. Определенный конфликт стоит за паническими атаками, и, по большому счету, этот конфликт нужно разрешить, помочь вам это сделать. Дальше. Есть сын, 9 лет. Всего 5 лет с молодым человеком. Смотрите, вы не могли выстроить отношения с отцом ребенка, совершив какие-то действия. Ну, очевидно, совершив какие-то действия. И, на мой взгляд, эти действия нужно выявить, потому что вы можете повторить их с человеком другим, вот со своим молодым человеком. В избежание повторения надо проанализировать ваши отношения с отцом ребенком, понять, почему вы расстались, и вот, и подкорректировать тем паттерном поведении, которые привели к тому, что вы расстались. Дальше. К сожалению, сейчас живем у меня, так как возникли трудности с работой у него. Ну, а здесь, как бы, вопрос по жилью, да, то есть у него получается, что своего жилья нет, да, то есть вы бы выбрали мужчину, вот, без своего жилья. Это неплохо, но есть ощущение, что вы к своему выбору, мужчины, отнеслись недостаточно реалистично. То есть, что такое реалистичный выбор? Реалистичный выбор, это когда делается выбор, принимая во внимание все возможные последствия. Я сейчас вот приведу, так вот, такой пример, когда женщина, имея свой, значит, ну, свою живоплощадь, да, пусть там в ней живет мама, неважно, женщина имеет свою живоплощадь, женщина, к примеру, работает, вот, то есть она обеспечена, она обеспечивает себя, она выбирает мужчину, который не имеет своего жилья, как он свое жилье, например, снимает, и он работает, ну, скажем так, он работает нестабильно, да, плюс у него такие подработки, вот. Получается там по разным причинам, вот. И дело не в том, что мужчина плохой здесь, дело в том, что женщина, выбирая такого мужчину, может, она может его выбрать без проблем, она может с ним вступить в отношения и так далее, вот. То есть к счастью это не имеет никакого отношения, на самом деле, даже если мужчина, даже если мужчина там без работы и все, к счастью это отношения никого не имеет, ценность человека от этого не падает. А здесь момент немножечко в другом. Здесь момент в том, что женщина, выбирая такого мужчину, может принимать во внимание те последствия, которые могут иметь место быть, например, что мужчина потеряет работу, потеряет свое жилье, ему, там, нечем будет платить за квартиру, и он, там, соответственно, вынуден будет, что, либо, ну, быть с ней, либо куда-то, куда-то уезжать, да, к своим родным, которые его приедут, по сути, ну, вот, либо на улице оказаться. И от того, насколько человеком принимаются вот эти вот последствия, возможные, зависит по большому счету уровень счастья, степень счастья, глубина гармонии, искренности в отношениях. Поэтому здесь вот у меня, как бы, вопрос к вам, да, насколько вы, вот, отдавали себе отчет в том, какой мужчина, там, условно, перед вами. Дальше. С нами живет моя мать, которая во все вмешивается, а после того, как я перестал выходить из дома, она и вовсе стала постоянно забирать ребенка и возить, не спрашивая даже, хотя в тот день МЧ хотел отвезти его на стадион, он ему, как отец, давно. Здесь вот у вас немножко все в кучу начинает смешивать. Да? Вот вы говорите, с нами живет моя мать, которая во все вмешивается. Что это значит? Это значит, что ваша мать не имеет личных границ. То есть для нее личных границ, вот, имеют в ней и вами не существует, она во все вмешивается. Возможно, для нее вообще личный границ не существует, не существует. Вследствие чего здесь могла быть как гиперопека, так и довольно строгое отношение. Вы не имеете адекватных способов говорить маме, нет. То есть с вами личные границы с ней также не простроены. Вот. И с детства, вероятно, вы вот находитесь в такой вот, ну, в этом смысле, в незащищенной позиции. То есть позиции неотделенности себя, да, позиции неотделенности себя от другого человека. И, собственно, как я предполагаю, помимо вот каких-то таких, ну, естественных, к сожалению, оснований для агорафобии, это является психогеном. Это является психогеном. Значит, здесь, соответственно, ну, намечается такой же вектор, намечается задача, что выстроить личные границы с мамой. То есть не переделать ее, ее не переделать, и не перевоспитать ее, ее не перевоспитать, а именно вот выстроить личные границы с мамой. То есть, чтобы иметь возможность адекватно с ней как-то взаимодействовать, начать нужно, понятно, с разделения, где я, где она. Вот, потому что, где мои чувства, где чувства другого человека, вот. Вот на это нужно обратить внимание. Приставно. Вам. Потому что мама, она, ну, она такая. Максимум, что вы можете сделать, это, по большому счету, просто показать ей, что какие-то паттерны, какие-то модели поведения, какой-то подход к вам, он не работает. От слова со всем. Дальше. Значит, после того, как я перестал выходить из дома, она, и вот, стала постоянно забирать ребенка и увозить его, не спрашивая даже куда. Ну, здесь начать нужно с того, что вы перестали выходить из дома. Это, безусловно, очень тревожный момент. И, опять же здесь, важное обращение к специалисту на клинической основе для выравнивания вашего физического состояния, возможно, коррекции острого психического состояния. Вот. И, обязательное, обязательное назначение психотерапии. Вот. Самое все равно, вы здесь, вот тот факт, что вы перестали выходить из дома, вы вот здесь просто преподносите как некую такую константу, хотя это не константа. Это не константа, это не может быть константой. Это проблема. Вот. Проблема, ну, которая есть, образно говоря, у вас. И ее нужно решать, но это не констант. Так. Дальше. Стана завозить ребенка и увозить его, так, не спрашивая даже. Так. А, ну хорошо. Она увозит ребенка и не спрашивает, а куда она увозит его, с какой целью она его увозит. То есть, вот, не очень понятно вот этот момент. В тот день МЧ хотел отвезти его на стадион, он ему как одеться давно. Ну, во-первых, в какой тот день, если она, вы говорите, что она стала постоянно забирать его и увозить, а в тот день МЧ хотел его забрать на стадион. То есть, она постоянно забирает, в тот день МЧ хотел отвезти на стадион. То есть, тут вот не застыковка, она постоянно, это значит, что это повторяющееся действие. А в тот день, в какой день. То есть, вот, в тот день, когда МЧ хотел отвезти ребенка на стадион. Это особый день для вас. Он как-то выделяется среди тех дней, когда мама постоянно забирает ребенка и увозит его куда-то. Это был особый день, когда вы особенные чувства испытывали. Потому что у вас тут, ну, переход очень, эм, такой, очень мощный. Очень быстрый переход. Вот. Опять же, что у вас сильнее всего задело? То, что ребенок не попал на стадион, то, что мама забрала ребенка, то, что у МЧ не получилось отвезти его на стадион. И что именно? Может быть, за этим кроется страх потерять молодого человека из-за того, что он, вот, не может, эм, как-то реализовать, эм, ну, то, что хочет с ребенком вашим. Вот. То есть, это, ну, очень, очень, очень важно увидеть, что именно вас успокоило и что именно вы выделили в этом, в этом дне. Дальше. Он ему, как отец, давно. Пишите, пишите вы. Ну, опять же, не совсем понятно, эм, на чем основываются ваши, ну, ваши, эм, такие мысли. То есть, отец, эм, может, эм, как отец, эм, мужчина может чувствоваться только ребенком и только им самим, ну, самим молодым человеком. То есть, тут вот вы. Дальше. Один раз, когда я это высказал, что я не в пустой месте и надо спрашивать заранее. Смотрите, эм, очень важно научиться общаться без конфликтов. Эм, очень важно научиться общаться, чтобы это не вызывало конфликтов, конфликтов. Эм, этому можно научиться. В частности, эм, техника ясообщения. Эм, может помочь вам. Вот. Эм, но когда вы говорите, что надо спрашивать заранее, надо спрашивать заранее, это воспринимается как обвинение вашей мамы. Ну, по сути, это и есть обвинение. И не столь важно, насколько обвинение оправданное и обоснованное. Да, то есть, к примеру, опять же, если вы, эм, вот идете по улице, вас человек, э, встречный, толкает, вы падаете, вы можете обвинить его в том, что вот из-за тебя я упал. Вы можете его обвинить, и вы, в принципе, будете здесь, ну, правы. То есть, правда будет на вашей стороне. Объективная правда, что вас погнули, вы упали. Но, эм, говоря так, вы полностью перекладываете ответственность на человека за то, что с вами произошло. И вы не видите своей ответственности, которая тоже есть в том, что с вами произошло. И в случае с примером, вы могли избежать осознавания, если сами бы о себе позаботились. В случае с мамой, вы также приложили руку к тому, что она стала забирать ребенка, не спрашивая. Это не только ее ответственность, но и вашу. Ее ответственность вы видите, потому что она более, так сказать, доступна для наблюдения. Своей ответственности вы не видите, потому что, вероятно, вы не привыкли. И когда человек научается видеть свою ответственность, он, в свою очередь, отучается обвинять людей. Потому что он понимает, что в любой ситуации есть и его ответственность тоже. И именно сочетание двух ответственностей людей, ну или больше, приводит к каким-то последствиям. Поэтому обвиняю, человек как бы говорит, у меня ответственности нет, то есть я безответственный. Вот в прямом смысле этого слова, я безответственный. А вся ответственность лежит на тебе. Но это не так, это неправда. Вот. Поэтому эти два момента. И вот, наверное, ключевой момент в том, чтобы выявить, какие именно вы их конкретные действия приложили для того, чтобы мама стала так поступать. А почему сын ваш едет с мамой? Может он хочет это делать? То есть, сын уже не маленький. Ну, в смысле, ему 9 лет, это уже такой человек достаточно взрослый для того, чтобы выразить свои мысли, свои желания. И мне кажется, что его дочь здесь нужно послушать, чего он хочет. Дальше. Она сказала, что он у меня будет в четырех стенах сидеть. Вообще, сама я все тогда буду делать. Ну, ваша мама, она, по крайней мере, в этом месте, кроме того, что, в общем-то, вас попыталась оскорбить, да, вопрос в том, как вы воспринимаете это, то, что она вам говорит. Бабочка, мама, в принципе, проявляет заботу о внуке, и это естественно. Естественно, для бабочки проявлять заботу о внуке так, конечно, как она умеет. То есть, я не говорю, что это правильно, но, в общем-то, она это делает для внуков. Ну, не хочет, чтобы он сидел в четырех стенах. Сидел в четырех стенах. И это позиция. Другой вопрос, почему ребенок сам не гуляет? То есть, как бы, ну, в 9 лет, в принципе, уже можно гулять. И почему ребенок где-нибудь и лет не гуляет? Где у него друзья? Как он проводит свой досуг и так далее? То есть, почему это делает бабочка, почему это делает ваш, э, ваш молодой человек? Почему сам ребенок этого не делает? Почему сам ребенок не организовывает свой досуг? Насколько он у вас самостоятельный? Это то, на что нужно обратиться внимательно. Дальше. На что я ответил? Он, что никогда не просил ничего и так, и разберусь со своим ребенком сама. В том же, у него есть сочин, который, например, в крайнем случае, она вообще его не воспринимает. Ну, здесь вы, по сути, занимаетесь эскалацией конфликтов. Вот. И, по большому счету, вступает в привлекание своей мамой, не понимая того, чем вас задевает ее позиция. Это, в общем, классическая история для бытовых ссор, и это можно корректировать. Потому что, когда вы говорите, да, что я никогда не просил ничего и так, это как бы обвинение. Разберюсь со своим ребенком сама не совсем, если у вас сакрофобия и панические адресы, не совсем. Ну, не совсем. При условии, что вы не занимаетесь психотерапией, не совсем вы можете разобраться с ребенком сама. Потому что уже сейчас у меня есть подозрение о том, насколько ребенок самостоятельный, например. Дальше, значит, у него есть сочин, который ответит, в крайнем случае, она его не воспринимает вообще. Ну, собственно, почему она должна его воспринимать? Ваша мама не просто так является вашей мамой, а агрофобия у вас не просто так. Ваша мама это тот человек, который не хочет, чтобы кроме нее был кто-то еще. Ваша мама это тот человек, который не хочет терять свою значимость и важность. Ваша мама это тот человек, который любит контролировать, который любит держать руку на пульсе, которая любит власть, и, собственно, молодой человек, где для нее просто-напросто соперник, конкурент, угроза ее исключительности и нужности. Я не знаю, как решить данную ситуацию, ну, вот, для начала разобрав те моменты, на которые я указал. Я и так себя обвинил за то, что попало в такое положение. Ну, не очень, во-первых, понятно, в какое именно положение вы попали. То есть, что именно вы называете положением? Потому что вот какие-то вещи вы, например, позиционируете как константу. Я уже сказал об этом. То есть, понимаете, взгляды могут различаться, что вы понимаете под положением, между теми, что, например, я. Но, обвиняяя себя, вы игнорируете те желания, те желания, свои желания, те попребности, которые вы пытались удовлетворить, действуя, действуя так, чтобы оказаться в этом положении. Абсолютно неважно, в какое положение вы имеете в виду, важно то, что вы сейчас, обвиняя себя, обесцениваете свои собственные потребности, которые привели вас в это положение. Вы обвиняете свой выбор, вы обесцениваете свой выбор. Скорее всего, повторяя слова мамы, необходимо отделить как внешне, так и внутренне себя от мамы. Необходимо понимать, когда вы генерируете и продумываете свои мысли, а когда вы генерируете и продумываете чужие мысли. Дальше. Тут еще она добивает и упрекает каждый день. Это вопрос вашего восприятия. Того, что она делает. То есть, это вопрос того, что вам обидно, вам обидно вас это задевает. Вопрос в том, как. Как вас это задевает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Субтитры создавал DimaTorzok